Проблема, это уже не сказать, что это проблема, но проблема с динамикой поставки. То есть уголь пошел. А откуда уголь? Уголь с шахтой Ждановской и Красная Звезда. Это обогатительная фабрика. Поэтому на сегодняшний день у нас, если неделю назад еще было 3 тысячи тонн, на сегодняшний день уже 12 тысяч тонн. В отгрузке на сию минуту 140 полувагонов. То есть уголь в пути. Насколько сейчас запаса угля есть? Сейчас с 9 часов утра начались спусковые операции по блоку номер 7. Будем пускаться на корпусе А. Потребление угля суточное от 3,5 до 3,7 тонн. Соответственно, этого хватит дня на 4. Но как бы это делать нужно, потому что то оборудование, которое мы восстановили, его необходимо опробовать, проверить. И в общем-то это обусловлено. Надеемся на увеличение поставок угля. Во всем случае генеральный директор заверил, что уголь будет. Возобновились ли работы по 7-му блоку, которые были начаты еще в 13-м году? Ну вот реконструкция. В 13-м году мы провели реконструкцию. Первый этап это корпус А. В 14-м году, несмотря на все боевые действия, мы все-таки отреконструировали корпус Б. Единственное, что мы сделали по корпусу Б, это не построили электрофильтры. Ну и правильно принято было решение управленческое, не начиная эти работы, потому как все связано с финансированием. В основном компоненты все из-за рубежа. Падение курса доллара, точнее курса национальной валюты, в общем-то привело бы к тому, что мы остались бы на корпусе Б без электрофильтра. На сегодняшний день мы готовы работать в двухкорпусном режиме. По корпусу Б работая на старом фильтре, но тем не менее он работоспособен. Следующий этап, третий этап планировался изначально на 15-й год. Это замена элементов турбины, водяной экономайзер на корпусе. Эти работы сдвинутся на 16-й год, ввиду того, что финансировали весь определенные проблемы. Расскажите нам о шестом блоке, то, что вы рассказывали. Шестой блок, опять же, несмотря ни на что, в 2014 году мы закончили и первый, и второй этапы. Они так называемые подготовительные этапы. Подготовительные имеются в виду перед строительством. То есть мы закончили эти этапы, перенесли коммуникации, построили новые баки запаса конденсата, насосную баку запаса конденсата, общестанционный компрессор, ну и многие другие коммуникации. То есть на сегодняшний день оба этапа закончены. Следующий этап – это уже строительство. Это выбор подрядчиков по котельному оборудованию, по турбине. Кстати, хочу сказать, что оборудование по турбинному отделению, то есть турбина и генератор, планируем использовать и общаемся сейчас с предприятиями украинскими, турбатом и электротяжмаш, для того, чтобы закупить и турбину, и генератор в них. То есть этот блок будет работать на, как вы говорили, смеси? На низкосортных углях, на высокозольных отсевах и шломах. Установлена мощность Слоянска ТЭС на данный момент 880 мегаватт. После того, как мы построим два блока номер 6 по 330 мегаватт каждый, ну плюс еще 660 мегаватт.